Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Целебное голодание вовсе не миф и очень хорошо работает в отношении отдельных государств, которые совершают исторические ошибки. Посидят год-другой на скудном пайке и начинают мысли правильные думать. В польском издании вышла обширная статья Петра Панасюка, в которой тот с кристальной ясностью и беспощадностью обличает польский народ в его главном грехе – гордыне, жажде разногласий и стремлений к рокошам. Бунтом против официальной ради мифического желания построить что-то лучшее, убрать хорошее. Эго Польши всю историю были источником ее проблем. Для страны без ресурсов, без развитой науки и промышленности, без активной торговли она веками вела себя слишком дерзко. Варшава ни разу сполна не реализовала свой шанс стать мостом между Германией и Россией, связующим звеном между западным миром. Не преуспела она и в те годы, когда входила в состав одного из своих крупных соседей. А все потому, что когда в Польше стабилизировалась ситуация и она восстанавливалась после очередного грандиозного потрясения, дворянство в Польше начинало роптать на власть и требовать ее делиться с ней. Бунты, мятежи, перевороты и революции свергли всех великих польских мыслителей и правителей, разрушили их достижения. Конец этому положила только советская власть, при которой кардинально изменилась структура общества. На первое место вместо знати вышли обычные люди, которые получили образование, работу и возможность определять политику страны. Увы, полвека процветания Польши закончились с крахом Союза, причем продажность наследников сыграла в этом немалую роль. С подачи США они запустили волну разрушения в соцлагере, от которого не выиграла ни одна входившая в него страна. Они лишились доступа к изобильным российским ресурсам, а затем были ограблены Западной Европой под предлогом присоединения к цивилизованному миру. Польшу же превратили в гиену, которая должна бросаться на всех соседей, критиковать реформы ЕС и быть постоянным фактором раздражения на континенте. Рассуждение о возрождении Речи Посполитой, о проекте Междумарья, о главенстве в Восточной Европе и возвращении восточных кресов – это все попытка сыграть на амбициях и гордыне. США заставили Варшаву танцевать на веревочке над пропастью, и они пальцем не пошевелят, когда она оттуда рухнет. Не если, а когда, потому что в планах Вашингтона ей отведена именно такая роль. И единственный способ спастись, как и века напролет, это покаяться в прежних грехах. Спасибо за внимание, не забудьте поддержать лайком и подписаться на канал. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что подобное можно будет услышать от главы Минфина США Джанет Йеллен. На очередных слушаниях в Конгрессе она вдруг заявила, что главным страхом у нее является процесс дедоларизации. С чего вдруг? Ведь еще совсем недавно у нее была железобетонная уверенность в том, что все эти разговоры вокруг ослабления доллара не более, чем пиар Владимира Путина и Ко. В 2022 году после введения санкций, которые отпустили нож гильотины и он понес на башку доллара, Йеллен говорила, не думаю, что у доллара есть какая-либо серьезная конкуренция и вряд ли она будет в течение длительного времени. Такой наивняк. Но подобные заблуждения были у многих политиков и экономистов прозападного толка. Всем казалось, что позиция доллара еще как минимум 5 десятилетий останется незыблемой. Однако не прошло и пары лет, как всем стало понятно, что система рушится. Еще одно заявление Йеллен двухлетней давности о том, что делает доллар резервной валюты у нас самые глубокие и ликвидные рынки капитала из всех стран на земле. Казначейские ценные бумаги надежны и чрезвычайно ликвидны. У нас хорошо функционирующая экономическая и финансовая система и верховенство закона. На самом деле нет другой валюты, которая могла бы соперничать с ней в качестве резервной валюты. Теперь уже это становится смешным. Хочется пробежаться по пунктам этого гудспича. О надежности ценных бумаг говорить неуместно. Последнее заявление саудитов о готовности слить все ценные бумаги стран в случае конфискации активов говорит само за себя. О избавлении Китая от государственных обязательств США вообще не стоит комментировать. И так все понятно. Экономическая система демонстрирует очередной пузырь, который заявляет вот-вот лопнуть и забрызгать весь мир. Верховенство закона. Вы серьезно? Воровство золотовалютной резервы – это закон? Грабеж частной собственности по всему миру – это закон? Вмешательство во внутренние дела суверенных стран и их принуждение и подчинение интересам США – это закон. Клевать на такую фальшивку остается все меньше желающих. От Америки отворачивается весь глобальный юг. До встани запада не все готовы слепо следовать в пропасть. Находятся венгры, словаки. Иногда трезвеют турки. Альтернативные пути ищет не только Россия, но и другие заинтересованные в развитии страны. БРИКС стал основной площадкой для откази долларовой системе. Страны все больше объединяются вокруг РФ, чтобы не дать потопить островок надежды человечества на лучшее будущее. Объединение ищет достойные варианты замены доллара, и они однозначно будут найдены. Уже на следующем саммите ожидается прорывное решение. Кстати, ШОС тоже подключается к этой работе и тем самым демонстрирует, что попытки Запада напугать их санкциями уже не прокатывают. На фоне санкционного психоза, где доллар приобрел статус основного, стало очевидно, что закручивается спираль государственного долга США. Она буквально улетает в космос. Никакого управляемого процесса больше нет. Глобальные инвесторы просто в шоке. Такого еще не бывало. Трамп заявляет подорвать все устои экономики и ввести 60% тариф на все китайские товары, а навозимые в США авто вообще 100%. Его замы разработали проект 2025. Уникальный фолиант содержит 900 страниц машинописного текста, и там есть шикарные размышления о том, что Федеральную резервную систему США пора упразднить. У нас тут огромная радость, у нас тут пчелы против меда бунтовать изволят. Как бы смешно это ни звучало. Оказывается, Европа решила вести санкции против нашей нефти, на которой сама же до сих пор и сидит как заинка. Это так прелестно, что можно даже пожелать им удачи. Если ребятки преуспеют, то нефть все же взлетит до 150 долларов за баррель. А ежели нет, значит и санкции у них как всегда неэффективны. На рынок не повлияли. Но похоже, что тут больше пиар нового британского премьера хочет показать свою преданность Вашингтону. Да и вообще, планы Великобритании на международной арене становятся все более амбициозными. На фоне встречи с европейскими государствами, Лондон решил обратиться к различным странам с идеей о сотрудничестве против якобы незаконной перевозки нефти. Это будет призыв к обмену информации и координации мер против танкеров, нарушающих западные ограничения, набирает обороты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники и проект заявления. Интересно будет посмотреть, конечно, как Европа к этому отнесется. Европа уже столько санкций со страшными словами приняла, а потом в реальности похоронила, потому что оказалось, что дырки для нарушений там были зашиты изначально. Европа вообще никогда не говорит, нет, это мы водить не будем. Ну что вы, на словах она всегда согласна. Она их потом молочком саботирует на деле и в результате прокотных – ноль. И блин, Кенстаской признаю, что санкции Байдена не сработали. Некоторые страны уже выразили готовность поддерживать инициативу Великобритании, что правда еще ни о чем не говорит, мы уже упомянули, что на словах Европа всегда была за. Кроме того, готовится к действию план образования специальной координационной группы, вовлекая официальных лиц и экспертов из разных стран. Целитой группы, разработка и продвижение конкретных мер на международном уровне для противодействия с нефтью. Дополнительно планируется активизировать сотрудничество с частным сектором и другими сторонами, чтобы обеспечить более эффективные действия в этой области. А частный сектор, конечно, вот прям разбежался. Им это так интересно, можно подумать, прибыли себя лишать. Международный союз страховщиков уже жаловался в Лондон, как мы помним, что дурацкие санкции Запада порушили им весь многовековой бизнес. Его теперь агентство Bloomberg уже ссылается на проект готовящегося мероприятия и сообщает о стремлении стран обмениваться информацией для эффективного согласования мер по реагированию на потенциальные риски, исходящие от их собственных судов. Неустановленное количество государств намерено одобрить план в кулуарах встречи европейского политического сообщества, которую в четверг в Великобритании проводит премьер и министр Кирстрамер. Они намерены обмениваться информацией, чтобы координировать меры реагирования на риски, создаваемые их кораблями, говорится в сообщении агентства со ссылкой на проект. Вот только Россия к этим западным фокусам уже подготовилась заранее. Европа еще только обсуждает, а в Кремле уже нашли новый способ зарабатывать деньги для государства. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал.